Всем привет, с вами Вика, и если вы смотрите это видео, то сегодня 24 апреля, и до Зено остался ровно один месяц. На протяжении всего этого года мне задают просто огромное количество вопросов касаемо Зено, того, как я готовлюсь и подобные темы, поэтому я постараюсь в одно видео максимально уместить все эти вопросы и ответить вам на них. Поэтому, если тебе эта тема интересна, то оставайся со мной и давайте начинать. Также в конце этого видео я поделюсь с вами разными приложеньками для подготовки к Зено, поэтому обязательно досмотри это видео до конца. Так как многие знают, в этом году волей-неволей, но я была причислена к числу одиннадцатиклассников и выпускников, и в конце учебного года все мы будем сдавать Зено. Если перевести на русский, то это внешне независимое оценивание. Как я поняла, этот экзамен подобен до ЕГЭ, поэтому если ты сдаешь ЕГЭ, а не Зено, то все равно оставайся со мной. Потому что суть одна и советы могут быть одинаковые, поэтому... да. И на самом деле всякая литература для подготовки у меня просто огромное количество, поэтому если тебе интересно, то напиши, пожалуйста, в комментариях. В следующем видео я могу рассказать о том, как именно я готовлюсь, по каким учебникам, какие методы я использую. В общем, если тебе это интересно, то, пожалуйста, оставляй свой коммент внизу. Ну, и... да. И первый вопрос, какие предметы я сдаю. Так как можно выбирать между тремя или четырьмя предметами, я сдаю три. Это украинский язык и литературу, историю и английский язык. Много ли это занимает времени? Честно говоря, огромное количество времени, сил, энергии. Это занимает просто половину твоей жизни в одиннадцатом классе лично для меня, потому что вечные репетиторы, дополнительная домашка какая-то. И все вот эти мероприятия. Конечно же, тоже школа. Это просто взрыв мозга, и времени занимает неумеренно. Ходишь ли ты к репетиторам? Да, я хожу к репетиторам по всем трем предметам. Честно говоря, я не знала, идти ли мне на украинский язык на дополнительный. Я, честно говоря, была уверена, что я прекрасно знаю язык, я на нем иногда разговариваю, я пишу, я в украинской школе. Камон! Я же знала украинский язык. Нет. Просто, когда я начала ходить к репетитору, я поняла, что знаний у меня просто вообще нету. Я не знаю ни одного правила. И камон! Серьезно. Я не знаю. Ну, а количество вопросов, как с Датзино, просто немереное. И все, что я могу сказать и посоветовать, это пойдите в церковь и поставьте свечку. Может быть, хоть это поможет мне, вам, нам, выпускникам. Вот так вот. И да, для тех, кто спрашивал, много ли учебников и всяких дополнительных штук я использую для подготовки ЗНО, то... Секундочку. Секундочку. И чтобы вы понимали, как непроста жизнь выпускника, то... Вот это все, это первая куча. Но это еще не все. Так как еще есть вот эта куча. И здесь просто огромное количество всего. Поэтому, если ты хочешь, чтобы я поподробнее рассказала про всю эту огромную кучу для подготовки к экзаменам, то обязательно пиши в комментах, я с удовольствием с вами этим поделюсь, расскажу, дам какие-то типсы по этому поводу. Ну, а теперь пришло время от типсов и приложений. И первый мой такой совет, это разные аккаунты и паблики в Инстаграме, в Фейсбуке, в ВКонтакте, во всех соцсетях, потому что ты не можешь предугадать, что тебе попадется на экзамене. Особенно то, что касается языка, то есть какие-то слова, исключения, которых есть много, как и в украинском, так и в английском, как и в любом другом языке. А так, на самом деле, очень удобно, когда ты листаешь stories, тут попадается опрос, и ты что-то прорешиваешь, какие-то новые переводы узнаешь, слова. И, на самом деле, это очень удобно, и who knows, как говорят, неизвестно, что нам попадется на экзамене. Может быть, именно это слово выстрелит, так что примите это на внимание. Изначально я хочу сказать, что приложений для подготовки к ЗНО на Андроиде гораздо больше, чем на iOS, и я пользуюсь исключительно двумя приложениями. Первое называется MyEZNO, и там ты вводишь пин-код, пароль из приглашения на непосредственно оригинальную сессию, и там тебе показано, когда, во сколько и куда нужно подъехать, где будет проходить экзамен, вот такие вот фичи. Ну, а второе приложение называется MOVA, у них также есть свой аккаунт в Инстаграме, просто шикарный, я их опросы прохожу регулярно, там тебе рассказывают про язык, различные правила, исключения. В общем, прикольное приложение, легкий интерфейс, простой и удобный, так что да. Ну что ж, на сегодня было все. Напиши, пожалуйста, в комментариях, интересна ли тебе тема, чтобы я рассказала поподробнее про то, как я готовлюсь, по чем я занимаюсь, также в той части будут тоже приложения, различные каналы и типсы, поэтому, если тебе это интересно, жду твой коммент внизу. Ну что ж, а на этом было все, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх под этим видео, подпишись на мой канал, если ты этого до сих пор не сделал, также включаю уведомления, ну а мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Сияйте, пока! Субтитры сделал DimaTorzok